Большой зал, современные тренажеры, уютное лобби с фитобаром и зоной отдыха, сауна, многообразие групповых занятий. Все это элитный клуб Пушкин фитнес на Национской 24. Открой весне новые двери и окна, сезонные скидки в оконной компании, комфорт и безопасность. Установим стальные двери, пластиковые окна, жалюзи, кованые изделия, автоматические ворота всех типов. Срок из гарантии. 20 апреля в ДК Пушкина, Владимир Коренев, Сергей Глушко, Дмитрий Исаев, Наталья Антонова и Сергей Дорогов. В комедии «Завещание целомудренного бабника». Начало в 18 часов. Справки по телефону 535-06-03. Здравствуйте, в эфире Пушкинского телевидения, информационная программа «Наши новости» в студии Павел Розин. И вновь спонсор нашего сегодняшнего выпуска – Институт технологии туризма. Институт технологии туризма приглашает абитурентов на 2013-14 учебный год для получения высшего профессионального образования в сфере туризма и гостеприимства с присвоением звания магистр и бакалавр по направлению менеджмент и управления персоналом, а также среднего профессионального образования по специальностям туризм, гостиничный сервис, дизайн, экономика и бухгалтерский учет. С приходом весны жизнь становится активнее, а вместе с ней появляется и больше событий, причем самых разных. 15 апреля 1891 года американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего кинетоскопа – машинно-движущегося изображения. В 1912 году в этот день в результате столкновения с айсбергом затонул «Титаник». В 1951 в Лондоне впервые прошли выборы «Мисс Вселенная». А сейчас мы из Лондона перенесемся в Пушкино, и вы узнаете, что же интересного произошло в нашем городе. Итак, переходим к новостям. Озера на Озерной. Жильцы старых домов не зря боятся весеннего паводка. Отопительный сезон, уходи скорее. Котельная Пэмс задыхается в ожидании ремонта. Памятник рукотворный. В Пушкино отметили день памяти Владимира Маяковского возле нового пюста поэта. Три старых двухэтажных дома на улице Озерной буквально утопают в воде. Это повторяется каждый год, ведь дома располагаются в низине, рядом с Травинским озером. Но в этом году ситуация усугубилась еще больше, после того, как рядом построили три новых высотки. Как выживают наши земляки и что обещают им власти, выясняла моя коллега Анастасия Спирина. Сейчас сразу, а не так. Построили дома вокруг нас. Вот эти дома, Чеховский проезд и вот озерные новые дома. Вот они видны. Они получились где-то больше полметра выше наших домов. То есть мы в яме. Мало того, что это болото, так с этих домов вся вода течет к нам. Это повторяется из года в год практически. Особенно вот на этой озерной, здесь у нас семь корпусов, практически каждый из корпусов подтапливается. А уж учитывая, как в этом году какая была снежная зима и сколько выпало осадков, вы сами понимаете, без подтопления здесь не обойтись. Бесполезно откачивать эту воду, потому что грунтовая вода подходит. Вы же видите, что все эти корпуса, они находятся намного ниже. После того, как построили вот эти высотные дома, больше подтопления на наших домах каждую зиму происходит. Дома стоят в плане на расселение. К сожалению, не завтра и не послезавтра. Но руководство города предпринимает всевозможные усилия по поиску инвесторов, чтобы эту ситуацию не затягивать, потому что, конечно, в центре фактически города, рядом с такими новостройками, мы видим с вами то, что видим, это неправильно. Поэтому я все-таки надеюсь, что ситуация изменится по-лучшему. Котельная ПЭМС на западной стране появилась еще в 1973 году. Расположилась она на территории электромеханического завода. Теперь на этом месте базируются частные предприятия. Помимо них, котельная отапливает и жилые дома на Акуловском шоссе. За все эти годы работающие котлы вроде не выходили из строя. Однако сейчас вопрос ремонта котельной ПЭМС встал очень остро. Темой заинтересовалась Алена Якубовская. План мероприятий уже составлен. С мета около 13 миллионов. Ремонт начнется сразу, как только отопительный сезон закончится. Средняя температура в течение трех дней будет больше плюс 8 градусов. 14 апреля дата памяти поэта Владимира Маяковского. В этот весенний день он ушел из жизни. В субботу на западной стороне города, возле его памятника, состоялся митинг и возложение цветов. Самая лучшая память – это живое слово поэта. Из уст его поклонников и просто неравнодушных людей зазвучали любимые стихи. И это говорит о том, что имя Владимира Маяковского не только не забывается. Но с каждым годом звучит все громче. Слушайте, товарищи потомки, агитатора горлана главаря. Заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря. Наш символ, Пушкин он восславил века, потому что 10 лет все-таки он здесь у нас был, Пушкина любил этот край. И вот это тематичное стихотворение о Пушкина, который Пушкина горбил, как бы увековечил память нашего города. Отчаянный сатирик, талантливый поэт, он мог категорично сказать буржуям нет. Он смело и отважно свои стихи писал, что хорошо, что плохо, всем детям рассказал. Знаешь, какие-нибудь стихотворения Маяковского? Хотела пару строчек, можешь сказать? Вы знаете? Нет. Вы знаете, ну... Он знает. Нет, я не знаю. Можете меня не снимать. Ну вообще, хотя бы знаете, чем он известен, этот поэт? Писатель. Да, поэт. Хотя бы чем известен этот поэт? Ну, он писал произведение во времена СССР. Ну, какое самое известное произведение, которое связано именно с Пушкина? Приключения Владимира Маяковского на культуру на Буловой горе. Как всегда, всех посмехов масса. Владимира Маяковского принадлежат числу 30-х годов. Познакомиться с нашим земляком, потому что мы имеем полное право так его назвать. А затем, вот сейчас они получили домашнее задание как раз прочитать о Маяковском в учебнике. Это первое знакомство с Владимиром Владимировичем Маяковским. Все мы знаем, что Маяковский воплотил в себе столько противоречий, что об этом можно говорить долго. Его ненавидели, о нем злословили, его осуждали, в то же время его боготворили, любили, им восхищались. А в Чеховском домике на малые дни прошло... И краеведов, поэтов, театральных постановщиков и актеров, которые... Я люблю зверьё! Увидев собачонку, тут у булочной одна сплошная плешь. И себя, и то готов достать печёнку. Мне не жалко, дорогая, ешь! Ягодный возраст 45 лет отметил известный пушкинский коллектив «Ассанна». На юбилейном выступлении был полный аншлаг, что говорит о популярности этого хора. В воскресном концерте «Ассанна» отразили все годы творческих исканий, профессионального роста и глубина духовной музыки. Зрители это оценили, и наша съёмочная группа тоже. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Любой хор, такой прекрасный, академический, имеет огромное значение не только для культурной жизни города, а для тех людей, которые туда ходят и там поют. Я очень рада за них и жалко, что я не с ними. Так они поют, даже тех, которые уже не поют, их все равно пригласили сегодня сюда. Так что ждем восторг! Дорогая земля по Москве, где устало сердце мне жить. Дорогая земля по Москве, где устало сердце мне жить. Сегодня этот славный коллектив представляет Россию-матушку на различных международных фестивалях, на различных международных конкурсах. Субтитры создавал DimaTorzok В этом хоре люди встретились когда-то, кто-то 40 лет назад, кто-то 30 лет назад. Создали семьи, и теперь приходят вместе, и дети их приходят, и внуки их приходят, и на концерт всегда собираются все. У нас празднуются дни рождения, свадьбы, и даже бывает, что и поминаем вместе. То есть и в горе, и в радости, как в большой семье. В среду, 17 апреля, в прямом эфире на нашем телевидении, глава города Сергей Гулин. Речь в передаче пойдет о встречах с жителями и совместном обсуждении проблем каждого микрорайона. Готовьте ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете их задать и заранее, и в прямом эфире. Телефон студии 534-3909, московский номер 993-3909. На этом новости понедельника подошли к концу. Спонсором сегодняшнего выпуска был Институт технологии туризма. Институт технологии туризма приглашает абитуриентов на 2013-14 учебный год для получения высшего профессионального образования в сфере туризма и гостеприимства с присвоением звания магистр и бакалавр по направлению менеджмент и управления персоналом, а также среднего профессионального образования по специальностям туризм, гостиничный сервис, дизайн, экономика и бухгалтерский учет. На этом у меня все. В новых выпусках ждите больше интересной и актуальной информации. Смотрите Пушкинское телевидение. До свидания. Большой зал, современные тренажеры, уютное лобби с фитобаром и зоной отдыха, сауна, многообразие групповых занятий. Все это элитный клуб «Пушкин фитнес» на Национовской, 24. Открой весне новые двери и окна. Сезонные скидки в оконной компании «Комфорт» и «Безопасность». Установим стальные двери, пластиковые окна, жалюзи, кованые изделия, автоматические ворота всех типов. Срок и с гарантией. 20 апреля в ДК Пушкина Владимир Коренев, Сергей Глушко, Дмитрий Исаев, Наталья Антонова и Сергей Дорогов в комедии «Завещание целомудренного бабника». Начало в 18 часов. Справки по телефону 535-06-03. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова